Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Самарская городская дума 6-го созыва завершила свою работу. Следующий состав городского представительного собрания будет сформирован уже после выборов. На заключительном заседании народные избранники утвердили бюджетные изменения. Прибыло также и в числе почетных граждан Самары. Подробности в нашем сюжете. В 67-й почетный гражданин Самары сегодня Лидии Ерошиной вручили заслуженную награду. Символы самого высокого звания в городе, как и положено, преподнесли глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтя. Поздравить лауреата приехал и первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Потому что это звание – это высшая степень общественного признания авторитета человека. Лидия Сергеевна – это человек, который совершенно точно живет в ритме города. Огромное количество программ, ну даже не программ, а просто таких добрых дел, добрых действий осуществляется в рамках благотворительной помощи. Это заслуженная и очень знаковая награда и присвоение звания почетный гражданин городского округа Самары. Вы действительно достойны этого звания. Мы все вас знаем. Мы все вас знаем как профессионального организатора и руководителя. И хочу я вам пожелать, конечно, сохранения вашей энергии, сохранения вашего оптимизма. Слова поздравления высказал и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. По уставу звание почетный гражданин присваивается только одному человеку в год. По общему мнению, победителем избрали Лидию Ерошину и как руководителя, и как человека с активной жизненной позицией. Я горжусь тем коллективом, который, значит, командой, которая на сегодня решает все проблемы. Ведь проблем в хлебопечении тоже очень много. Особенно последний год нам показал, что бывают задачи, которые нельзя решить, но они решают. И поэтому я очень счастлива тем, что имею такой коллектив. Мы приобрели самарцы достойного, почетного гражданина. Вот на примере таких людей мы сами себя воспитываем, берем пример, так сказать, служение Родине. Под занавес работы думы шестого созыва депутаты утвердили исполнение бюджета в первом полугодии 2020 года. Газенных денег уже и зарасходовали почти 12,5 миллиардов рублей. Запланированная доходная часть главного финансового документа 2020 года на сегодня составляет 31 миллиард 100 миллионов рублей. Но цифры по году не окончательные. Следующее изменение будет вносить уже дума седьмого созыва. Глава Самары поблагодарила народных избранников за сотрудничество и вручила почетные грамоты и благодарственные письма, выразив надежду на дальнейшую совместную работу с городским представительным собранием в обновленном составе. Многие депутаты снова идут в райсоветы, но не все приняли такое решение. Мне сложно представить, как я буду вот без всего, без этого. Спасибо вам большое. Это огромный плац жизни, радостный, удивительный совершенно. Согласно городскому уставу, после выборов будут сформированы районные советы депутатов, из которых будут делегированы представители в городскую думу. Олег Зверев, Николай Пифанов, События. Самарские ученики и голосующие не пересекутся на избирательных участках, которые расположены в школах. 11 и 12 сентября в образовательных учреждениях отменили уроки. Сделали это для того, чтобы провести тематические выездные экскурсионные занятия, приуроченные к 170-летию со дня образования губернии. Что касается выборов районных депутатов Самары, то сейчас продолжается досрочный этап голосования. В пятницу и субботу избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 часов вечера. А в воскресенье – основной выборный день до 22 часов. На участках соблюдаются все санитарно-эпидемиологические рекомендации. Помещения разделены на зоны. Избирателям выдают индивидуальные комплекты с одноразовыми масками, перчатками и ручками. На входе обрабатывают руки антисептиками и замеряют температуру. Члены участковой комиссии будут также обеспечены, уже обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Это та же маска, перчатки и защитный экран. И те члены участковой комиссии, которые у нас поедут на голосование на дому, также будут обеспечены и одноразовыми медицинскими халатами. Дом на Галактионовской, в котором рухнула стена, решено сохранить. Здание является памятником архитектуры федерального значения. Проект реконструкции будет готов весной следующего года. К этому времени дом подготовят к строительным работам. Укрепят фундамент и восстановят канализационную систему. Жителям предложен маневренный фонд. Подробнее расскажет Мария Левина. Снежана Опарина – жительница 153-го дома на Галактионовской, где рухнула стена. Ее квартира на третьем этаже пострадала больше остальных. Стены не стало именно там. В момент трагедии женщина гуляла с дочерью и маленькой внучкой. Дома оставался сын. Он-то и заметил первые намеки на разрушение и успел предупредить строителей. Полетели камни из стены, обои затрещали, начали рваться. То есть явно предвестник обрушения стены. Он опять выбежал на улицу и уже понял, что все, стена сейчас рухнет. В котловане находились люди, рабочие, три человека. Он им сказал, мужики, бегите. Все обошлось без жертв. И тут же только успели они все выскочить, и стена рухнула. В доме проживает 13 семей. Это больше 60 человек. Всем им городские власти оперативно помогли. Обеспечили транспортом, чтобы люди смогли переехать. Они нам юридическую сторону подсказывают. Помогают. С одеждой помогают. То есть вот с какими бытовыми вопросами я обращаюсь, естественно, то, что в их компетенции отзываются и помогают. Людям предложили переехать в жилье маневренного фонда. Причем с каждой семьей вопрос прорабатывается индивидуально, учитываются пожелания людей. Малышей, например, определяют в детские сады, которые находятся вблизи временного места проживания. На настоящий момент мы рассматриваем, так скажем, объекты, которые расположены здесь, на территории. То есть и железнодорожный, и советский район. С каждым будет проведена индивидуальная беседа по поводу того, кому где удобно проживать. Сам же дом решили сохранить. Здание является памятником архитектуры федерального значения. Проект реконструкции ожидают к концу весны следующего года. После этого проведут торги по поиску подрядчика и приступят к строительным работам. А вот траншею специалисты уже начали закапывать. Сегодня мы приступили к обратной засыпке траншеи, для того, чтобы предотвратить дальнейшие какие-то разрушения по фундаменту. Сразу скажу, что на сегодняшний день предварительное обследование уже проведено. Данный дом мы будем восстанавливать. В этом году планируем усилить фундамент в той части, где идет разрушение, и восстановить канализационную линию. То есть это основное мероприятие, которое позволит в дальнейшем восстанавливать дом. В конце недели жители смогут зайти в свои квартиры и забрать необходимые вещи. Их будут сопровождать сотрудники МЧС. Городские власти организуют транспорт. Также к концу недели, насчитав всем, кто написал заявление о получении материальной помощи, поступят средства. Денежные средства будут перечислены вам на расчетные счета. В зависимости от банков, которые вы предоставили, денежные средства поступят либо в четверг вечером, либо в течение пятницы. То есть в пятницу, к тому моменту, когда вы пойдете собирать свои вещи, денежные средства, все, кто написал заявление, поступят к вам на те расчетные счета, которые вы приложили в пакет документов для оказания материальной помощи. А тем временем, Следственный комитет продолжает проверку по факту происшествия. Мария Левина, Константин Головин. События. Первые жители домов 151 и 153 по Галактионовской уже получили временное жилье из городского маневренного фонда. Семья «Отче наш» разместилась в однокомнатной квартире с сантехникой и газовой плитой. Их эмоции при виде нового жилья увидел Андрей Горгуленко. Александр «Отче наш» со своей дочерью делают первые шаги в своей, пусть и временной, но новой квартире. Здесь, на Оксакова, семья будет проживать из-за того, что их дом 151 по Галактионовской сейчас под угрозой обрушения. Поэтому и вещи свои забрать пока не могут. А потому обставлять квартиру предметами быта будут при поддержке администрации Ленинского района. Впечатления очень хорошие. Скажем так, квартира нам с дочерью вдвоем. Места вполне хватает, коммуникации все есть. Но я думаю, что за выходные мы что-то подберем, чтобы что-то поставить, где-то спать. Как-то Елена Юрьевна тоже обещала помочь с раскладушками, с постельным бельем и со всем остальным. В квартире из маневренного фонда уже есть газовая плита, раковина на кухне и вся сантехника в ванной. Недавно сделали и косметический ремонт. Данная квартира является муниципальной. Ремонт выполнен по нашей внутренней муниципальной программе. Ремонт вторичного жилья. Данный объект, он является статусом маневренной. Имеет статус маневренного. Ремонт 2020 года, скажем, как раз это подготовка, так скажем, муниципальных властей к неожиданным ситуациям подобного характера. Специалисты городского департамента управления имуществом продолжают подбирать временное жилье во всех районах города и другим 12 семьям, исходя из их предпочтений. Так еще одна семья переедет в однокомнатную квартиру на улице Запорожской. Жить в муниципальных квартирах пострадавшие будут до тех пор, пока полностью не лековидируют угрозу обрушения зданий. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Жилищный фонд Самары готов к зиме на 93%. В систему ГИС ЖКХ документация внесена в отношении почти 80% многоквартирных домов. Результаты озвучили в ходе заседания специального штаба под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. К этим вопросам в текущем году подошли более организованные. Лишь в нескольких районах поручили ускорить работу, в том числе в части оформления актов готовности. Планируется, что к середине сентября в электронной системе будет содержаться информация о 95-98% домов. Напомню, в этом году в Самаре обновляют 20 километров теплотрасс. Такого объема перекладки не было никогда. Восстановление благоустройства будет продолжаться до 25 октября. На следующей неделе выходные из-за ремонта труб на Скляренко перекроют улицу Ярошевского. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил проработать вопрос, чтобы проезд во дворы был обеспечен, как и временная схема горячего водоснабжения. Должно быть обязательно собрана времянка для подачи горячей воды. Не просто отключить и работать спокойно, там 20 дней, и люди без горячей воды. Мы это как раз не допускаем. В первую очередь для того, чтобы временная схема собрана, люди были с горячей водой. Трагедия в центре Самары. Сегодня утром жертвой дорожно-транспортного происшествия стала женщина, которая шла по тротуару. Столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке улиц Фрунзе и Венцико. От удара одну из машин развернуло и выбросило на пешеходную зону. Автомобиль сбил женщину, которая скончалась на месте от потери крови. Материалы дела переданы в Главное следственное управление Следственного комитета России. Причины аварии и виновник будут установлены. По адресу улицы Венцико на пересечении улицы Фрунзе произошло столкновение двух автомобилей. В результате столкновения одно из странных средств продолжило дальнейшее движение, допустило наезд на пешехода, находившегося на тротуаре. От полученных травм пешеход скончался. Собран проверочный материал, проводится проверка. В Самаре завершается ремонт улицы Ленинской. Проект рассчитан на два года. В этом дорожники привели в порядок участок длиной 300 метров от полевой до Чкалова. Стоимость порядка 20 миллионов рублей. Работа проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что остается доделать подрядчику и когда завершится ремонт, узнала Лариса Шалафаст. Ремонт улицы Ленинской в Самаре выполнен на 98%. Сейчас рабочие укладывают на тротуарах плитку. Покрытие многослойное. Сначала щебень, затем нетканный синтетический материал дарнит. После песок. И только потом укладывают плитку. Местных жителей изменения после ремонта радуют. Ну, все нравится. Слушайте, плитка – это шаг вперед по отношению к асфальту. Смотрится хорошо, на ней луж не бывает. Ремонтируют Ленинскую по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году улицу приводят в порядок на участке протяженностью около 300 метров от полевой до Чкалова. Здесь отремонтировали инженерные коммуникации, заменили дорожное покрытие на высокопрочное. Установили бортовой камень, придорожный и тротуарный. Нанесли разметку. Смонтировали пешеходные направляющие ограждения и дорожные знаки. На три четверти справились с благоустройством газонов. По просьбе жителей скорректировали уровень тротуара, чтобы его не затапливало дождевой и леталой водой. Также на переходах установили пандусы и тактильную плитку. Сделали дополнительные парковки. «На этом участке дороги мы выполнили примерно 250 метров квадратных новых парковок, примерно 15 машин и мест. Плюс мы обустроили старые парковки, это примерно 20 машин и мест. Мы выполнили по максимуму, потому что, так как это старейший центр города Самары, здесь ссиненные условия». За качеством комплексного ремонта следят специалисты муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» и представители силовых ведомств. «К национальным проектам привлечено самое пристальное внимание не только общественности, но и силового блока. Выполняется отбор асфальтобетонной смеси, на этапе укладки далее выполняется хернение для определения уплотнений и характеристик асфальтобетонной смеси. По результатам предварительных приемов, можно говорить, что объект выполнен с удовлетворительным качеством». Полностью завершить ремонт на этом участке Ленинской планируют до конца недели. В следующем году ремонт улицы продолжат. На втором этапе запланировано привести в порядок еще почти три километра улицы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В Красноглинском районе Самары ремонтируют улицу Крестьянка. С просьбой обновить проезжую часть к прокурору города Никите Зубко в конце августа обратились представители общественной организации инвалидов-колясочников Ассоциации Десница. Сейчас работы выполнены наполовину. Мэрия Елчан расскажет подробнее. Алексей Шаенков обратился к прокурору города с просьбой помочь привести в порядок дорогу в Красноглинском районе. Речь идет об улице Крестьянка. У мужчины здесь частный дом. Ему приходилось ездить по разрушенной дороге. Плохая улица разбитая была. И когда собирал подписи, то даже жители говорили где-то 68-го года даже. Никаких ремонтов не производилось. Ну вот решил заняться как пенсионер. После обращения в надзорные органы участок протяженностью 400 метров начали ремонтировать. Работы выполнены наполовину. Сейчас занимаются усилением основания. Следующий этап – укладка асфальтобетона. Неплановые по просьбам жителей и по наставлению прокуратуры района и города. В настоящий момент работает около пяти единиц самосвалов. Один грейдер и один погрузчик. Около семи человек рабочих. Обновление дороги находится на контроле прокурора города Никиты Зубко. Он оценил ход работ. Мне на прием поступило порядка десяти обращений. Вот каждое обращение на моем личном контроле – это вот лишь одно из тех, которые были. Ну и защищаем права инвалидов. И здесь, конечно, особый контроль у нас в прокуратуре. Если погода не внесет свои коррективы в рабочий процесс, то обновленная дорога будет готова к середине сентября. Мэри Илчан, Максим Гусев, События. Регионам выделят 4,5 миллиарда рублей на строительство дорог. Жители Самарской области взяли в банках на жилье более 30,5 миллиардов рублей. А 40% россиян не хотят работать по специальности. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, Светлана. Вам слово. Здравствуйте, Виктория. Правительство выделит пятый транш на развитие сети автомобильных дорог в регионах. Сумма составит 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин. Большую часть суммы потратят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За счет федеральной поддержки ускорят возведение мостового перехода «Фрундзенский» в Самаре, который должен соединить центр города с Куйбышевским районом и новыми микрорайонами. Напомню, подрядчик приступил ко второму этапу строительства и проектирует третий. Федеральные средства также пойдут на автомобильные дороги в Республике Марий-Эл, Владимирской и Пензенской областях, в Карелии и Краснодарском крае. В Самарской области за первую половину этого года жителям выдали почти 16,5 тысяч ипотечных кредитов. Это на 5% больше, чем годом ранее. Граждане взяли в банках на жилье в общей сложности 30 миллиардов 700 миллионов рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом году. При этом на 20% вырос объем кредитования по новостройкам. Об этом сообщил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко во время рабочей встречи с губернатором Дмитрием Азаровым. Самой популярной сейчас является льготная ипотека под 6,5% и семейная, ставки по которой уже ниже 5%. В регионе рассматривается возможность финансирования проектов арендного жилья. И на сегодняшний день 50 с лишним тысяч семей в области нуждаются в улучшении жилищных условий. 36% россиян работают по специальности, а 40% ушли в другие сферы. Чаще всего отказ от работы по профессии объясняют низкой зарплатой, невозможностью трудоустроиться или усталостью от привычного вида деятельности. Исследования провели специалисты сервиса по поиску работы. Они также выяснили, что 32% опрошенных всегда работали в одной компании. 29% респондентов рассказали, что трудятся в одной организации 4-5 лет. И 18% россиян меняют работу раз в год или даже в два года. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 11 сентября – 75,53 рубля. Американская валюта снизилась на 54 копейки. Курс евро – 89,30 рубля. Европейская валюта потеряла 26 копеек. Нефть марки «Брент» дешевеет. За баррель, по данным на 16 часов 10 сентября, дают 40 долларов 40 центов. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Из 700 юнг, которые из Куйбышева отправились учиться в военную школу на Соловках и служили на флоте, сегодня в живых осталось только шесть. Информацию о них по крупицам собирают ученики и сотрудники 174-й Самарской школы, в здании которой создан музей. Он стал победителем конкурса на звание лучшего школьного музея памяти Великой Отечественной войны. Как долго ребята и их наставники шли к успеху, и на что потратят деньги гранта – в нашем сюжете. Соловецкая школа не юнг, а юнгов. Именно так называется музей при 174-й Самарской школе. По словам его руководителя Евгения Шеремеева, именно так было написано на бескозырках моряков 40-х годов. Такое же название встречается и в документах того периода. Формулировка «Соловецкая школа юнг» появилась уже после реформы русского языка 50-х годов. Музей при 174-й школе стал победителем всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны в Самарской области». Для музея это, естественно, большой успех, потому что мы были победителями всероссийского конкурса лауреатами в 2004-2005 годах. То есть, вы сами видите, прошло уже 15 лет. И, соответственно, музей выходит на новый этап возрождения. Для этого руководством школам и активом школьного музея проделана достаточно большая работа. В этом году мы создали документальный фильм «Аллея Соловецких юнг» в Самаре. Открыли архивный фонд. Никита Гулынин активно работает над созданием архива школьного музея уже 4 года. Победу в конкурсе, считает, принесло то, что им в этом году удалось отыскать юнгу первого набора – Владимира Ивановича Леонова. После смерти жены он уехал из Самары к дочери в Ханты-Мансийский автономный округ, и его следы затерялись. В одной из федеральных газет сотрудники музея опубликовали список из 30 имен людей, чьи судьбы хотели бы восстановить, после чего им позвонила дочь Леонова. Из 700 выпускников школы «Соловецких юнг» в живых осталось только шестеро. Интерес к их судьбам и привел ребят в Москву, где прошел завершающий этап конкурса. От поездки впечатления действительно потрясающие. То есть все было организовано на высшем уровне, насыщенная программа, торжественное награждение. Очень рады, что смогли выиграть. От Самарской области в конкурсе участвовало 68 учебных заведений. Лучшим сельским музеем стал музей при школе Алексеевского района, а лучшим городским при 174-й школе Самары. Оба они получили гранты в размере полумиллиона на развитие. Для любого школьного музея очень важна та же материальная поддержка, моральная поддержка для развития школьных музеев, для патриотического воспитания нашей молодежи. Развитие школьных музеев, оно очень важно для нашего региона, важно для учебных заведений, важно для не только города и сельских поселений, но и для всех жителей. По словам директора музея, средства пойдут на модернизацию помещения. В музей появятся комфортные рабочие места с компьютерами. Будет создан мультимедийный интерактивный центр, в котором дети смогут работать с оцифрованными документами и обмениваться полученной информацией с коллегами из других регионов. Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Нижнего Новгорода и Мурманска. Виктория Шарая, События. А тем временем рядом со 174-й школой открыли памятник Соловецким Юнгам. Идея создания мемориала родилась несколько лет назад. Директор обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Он инициативу поддержал. Городской департамент образования помог реализовать проект. Открытие мемориала приурочили к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Пока мы помним, они живы. Пока мы помним, история продолжается. Этому якорю стоять еще не одно поколение. И музею вашему развиваться и плыть, как и положено, большому кораблю. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала Самара Гис и в соцсетях. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»